СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, Азиз Агаев, и мы продолжим, да, там столько работы во всех этих общественных организациях, что и как мы с Эльнуром, один из наших гостей сегодня, Эльнур Гусейнов, и второй наш гость, Осман Алыев, избранный руководитель Азербайджанской диаспоры Кировской области, почему избранным мы это, объясним по ходу передачи. Как мы вместе втроём обсуждали с ними, я говорил, что это работа благородная, но неблагодарная. Так что общественная работа, видимо, вся такая, но эта работа ещё более такая. Вот, и сегодня у нас ещё раз представим Осман Алыев, избранный руководитель Азербайджанской диаспоры Кировской области. Почему избранный? Добрый день. Осман, салам алейкум. Салам алейкум. Поэтому, когда будут решены все формальности, связанные с регистрацией и так далее, и так далее, мы будем Османа уже представлять как просто руководителя региональной диаспоры. А я знаете, о чём подумала, Азиз Алиевич? Вот Вы правильно сказали, что нужно открыть цикл таких вот в нашей программе, цикл вот таких передач, где мы будем рассказывать о состоянии, о жизни, о планах и проблемах диаспор. Потому что ведь не все понимают, как вообще устроены общественные организации. Как вообще, вот Вы сейчас сказали, что есть демократическая процедура выборов, есть юридические опросы, которые необходимо выполнять по законодательству. Я бы как раз с этого и начала, для того, чтобы вот такой ликбез прошёл, как устроены эти общественные организации, чтобы все люди понимали. Потому что есть ощущение, когда мы говорим о диаспорах, что люди тут собираются, у них там праздники, у них там, возможно, какие-то концерты, фестивали, что-то такое. Хотя, мне кажется, что мы в наших программах, и не только в Союзе нерушимом, часто поднимаем проблемы разные, да? Очень серьёзная была у нас же программа, даже целых несколько программ, когда мы с Вами говорили о миграционном праве и о том, что у нас происходит. И, слава Богу, смогли как-то повлиять, я надеюсь, хоть, может быть, в конце программы Луну немножко нам справку даст. Если останется время. Да, пару-тройку минут всё-таки, мне кажется, нужно этому будет в конце уделить. А вот начать с того, как устроена общественная организация, как она называется, в конце концов. Давайте расскажем об этом. Ну что, тогда я думаю, что мы должны слово дать сразу гостям, потому что они оба активные участники развития этой общественной организации. И я думаю, что, Эльнур, я тут секрет не открою, что ты тихонечко там сказал, что там, что на уровне уже всероссийской организации. Ты один из кандидатов в вице-президенты всероссийской организации. Союза Азербайджанцев России. Союза Азербайджанцев России, да. Так что, Кировская область, трепещи, Эльнур может скоро переехать в Москву. Ну что, трепетать-то очень хорошо. У нас народ переезжает, кто в Казахстан, кто в Москву. У нас есть осман. У нас есть осман, есть вы. Алис Алич, всё-таки давайте, как официально называется общественная организация азербайджанцев в Кировской области? Я думаю, осман скажет. Я скажу тогда. Я на истоках стоял этих всех развитий. Я сначала приветствую наших слушателей. Желаю всем хорошего дня, солнечного дня, чтобы всегда было у всех хорошо. То, что касается азербайджанской общественной организации в Кировской области и в том числе и в городе Кирове, понимаете, что вот у нас была организация общественная, Всероссийско-Азербайджанский конгресс, региональное отделение. И, к сожалению, по решению суда было закрыто. Почему? Это я потом скажу, если надо. Потом открылась у нас в регионе Лига азербайджанцев в Кировской области. И в том числе как раз мы недавно собирались, 5 мая учредили мест национальной культурной автономии азербайджанцев города Кирова. Как раз и Азербайджан здесь представил нашего дорогого друга Османа. Он был избран председателем этой организации. И могу сказать, что Азербайджан тоже был избран председателем совета этой организации. Азербайджан, вас тоже поздравляю. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Скромничайте. А то, что касается, на самом деле, я правильно подчеркнул, что за 25 лет впервые в Кировской области произошли демократические выборы. За 25 лет. Да, потому что я думаю, что это была хорошая тенденция, и очень много молодежи присутствовало, и они посмотрели, на самом деле, как азербайджанцы должны работать. Не только, как правильно Светлана сказали, что только песни-пляски собираются, и также и юридические аспекты есть в этом направлении. Мы их тоже сохраняем. У нас участвовал, кстати, там на собрании, мы должны сказать, мы пригласили специально эксперта, которого вы прекрасно знаете, Михаила Плюснина. Да, он присутствовал от начала до конца мероприятия, и потом даже удивился, что молодцы ребята, впервые вижу, что вот в Кировской области учреждается организация, и столько масса народов, и все высказываются. Вот у меня сразу несколько вопросов. Лунар, вам все понятно, мне пока нет. Итак, организация называется «Местная азербайджанская автономия города Кирова». Национальная культурная автономия. Национальная культурная автономия города Кирова. Да, у нас не было. Города Кирова. Она сейчас была создана вот на этом вашем собрании. Не было до этого. Это когда произошло? 5 мая. 5 мая. 18.00. 18.00. Собирались где? Красноармейская 18. Красноармейская 18. Сколько человек там было? Ну, по списку примерно 112 человек было. 112 человек. Мест не было, люди еще стояли на улице. Еще стояли. То, что в зале было, 119 человек, по-моему, да? Вот примерно. Там, да, больше было. Да, кто эти люди, коллеги, которые пришли? Азербайджанцы. Азербайджанцы. Все граждане Российской Федерации, живущие в городе Киры. Абсолютно. Вот неважно было там кто, в каком статусе, в каком возрасте. Абсолютно. Кто хочет в соответствии с целями, задачами, там, устало, так сказать, интегрировать азербайджанцев в российское общество. И все присутствовали. Уроженцы Азербайджана. Они пришли и утвердили, и утвердили своим решением основать вот эту организацию. Правильно? Да, да, все правильно. И на этом же собрании нужно было выбрать руководителя. Ну, по рамках закона, естественно, мы должны были сначала вообще поставить вопрос о создании организации. Это первый момент, если люди хотели. За это проголосовали. За это проголосовали. Потом мы поставили вопрос о принятии устава. Уставом люди знакомились. Все детально, в принципе. Обсуждали. Обсуждали. Приняли устав. А потом уже поэтапно проходили, в принципе. А потом уже выборы. Шет на комиссии. Кто там считал. Сколько голосов за, сколько против. А потом, естественно, выбрали, предложили выбрать уже председателя. А потом уже руководящие органы. И таким же образом это все в рамках законодательства общественной организации проходило. И это очень важно. Почему возникла необходимость создать вот новую, получается, организацию общественную? Вот основные причины. Основные причины я могу сказать таким образом, что мы знаем, что вот в Кировской области у нас была общественная организация, Всероссийский азербайджанский конгресс. Об этом сказали. И есть еще фонд Азербайджан. Фонд Азербайджан есть другая функция. Но это благотворительный. Это благотворительный фонд, да. А то, что касается общественной организации, национальной и культурной организации, понимаете, у нас есть еще федеральная организация, да. А в Кировской области этой организации не было. Потому что, сами понимаете, что Российская Федерация, есть отдельный закон, 167-й закон. По-моему, в рамках этого закона национальная и культурная автономия существуют. И мы также решили, чтобы создать, потому что есть привлегия дополнительные со стороны правительства, со стороны руководства региона именно на национальной и культурной автономии. Вот. Это очень важный вопрос. Я просто хочу сказать Осману, что можно внедряться в наш разговор на любом буквально этапе, не обязательно ждать, когда мы к вам обратимся. Да, да, да. Это очень... Перевиваем, заходи. Я понял. Это очень важный вопрос. 167-й закон, вы сказали, даёт определённое... Да. Это отдельный закон. ...статус, привилегии, права, обязанности вот таким национально-культурным автономиям. Это один из способов поддержки развития... Национальных меньшинств. Национальных меньшинств на территории. Об этом можно подробно рассказать. Это следующая уже, я думаю, программа, я расскажу об этом подробно. Вы знаете, в Кирове живёт более двух тысяч азербайджанцев. И, соответственно, многие поколения, то есть, они пожилые. Сейчас растёт у нас молодое поколение. Но так как молодое поколение, они растут в России, ну, скажем, в городе Кирове. Который очень... Город Киров, между прочим, очень близко для азербайджанцев. Сергей Миронович Киров, руководитель... Обратимые города. И магазин Азербайджан был, к сожалению, его... Потеряли. Знаменитый, да. Потеряли. Увы, чтобы его, да... Есть перспективы, Аджи Салевич. А так как молодое поколение растёт, я думаю, чтобы каждому, каждому азербайджанцу или каждому даже народу любого национальности хочется не терять свою культуру, свою историю, чтобы эти дети все узнали. Поэтому в сегодняшний день у нас основное направление, основная задача не лезть в политику, то есть, это, ну, это у нас общественная организация. Мы просто хотим элементарно, чтобы наши дети, наше молодое поколение узнали свою культуру и также они могли этим культурой поделиться с русской национальности или с татарами, или там, ну, с другими, там, ну, взять. Удмурти, Морицы, у нас много, как бы, Россия – многонациональное государство, поэтому думаю, что такие организации, они обязательно должны быть, где живут, ну, большинство, то есть, большинство здесь народы русские, азербайджанцы где-то, если, по-моему, ну, правильно, если понимаешь, шестые. В процентах, да. Да, шестые, да. То есть, идут у нас татары, Морицы, Удмурти, Украинцы, в Беларуси, потом азербайджанцы по кировской области. Ну, неужели белорусов больше, чем азербайджанцы? Вот, да. Я тут, сидя в нашей студии, думаю, что это наоборот. Так, белорусы, позвоните Светлане, пожалуйста. Я-то, да, да, трое против одной белорусских. Ну, естественно, точно так же мы, как бы, будем стараться воспитательные работы какие-то провести, музыкальные школы там создавать, если это нам получится, естественно, с помощью наших... Есть такие планы. Да, планы-то у нас есть, то есть, ну, я думаю, что будем стараться. Значит, смотрите, какая история. В Российской Федерации действительно, в отличие от многих стран, особенно вот сейчас европейских, которые испытывают серьезную такую проблему по интеграции мигрантов, которые приезжают в эти страны, и не только из-за последних волн миграции из Африки, но и вообще, в принципе, проблема интеграции стоит всегда очень остро. Я недавно смотрела, и вам рекомендую, такой сериал, называется он «Лилихаммер», забавный очень сериал, там такая история. Американец итальянского происхождения, один из мафиози, он, значит, попадает в программу защиты свидетелей и решает уехать в «Лилихаммер». Там не в Калифорнию, не в Лос-Анджелес, а именно в «Лилихаммер». Когда-то смотрел «Олимпиаду» и был поклонником ее. Канадский или американский город «Лилихаммер»? Американский, «Лилихаммер», Норвегия. Норвежский город. Он решает уехать туда, на север. И вот через весь сериал, буквально через каждую серию, проходит красной нитью, как вот все эти люди, которые приезжают в такой вот город небольшой, как они, как их пытаются, их пытаются интегрировать в местное общество, целые организации государственные на это работают, какими способами они пользуются. И где-то, наверное, я не помню, в котором из сезонов этого сериала, всего их, по-моему, четыре, сейчас было сказано «Интеграция невозможна». Ну вот, я понимаю, что Россия, в отличие от всех этих стран, не испытывает этой проблемы, потому что у нас изначально многонациональное государство, Советский Союз, и до этого Россия. И поэтому и азербайджанцы, и другие национальности, которые испокон веков жили на территориях и прилегающих России, они интегрированы изначально в наше общество российское. Невозможно сказать, что оно русское, оно многонациональное. Но с интеграцией все в порядке. Ну не все в порядке, я тут не соглашусь. Я не соглашусь. Хорошо, это отдельная история. Тем не менее, если сравнивать градус, то даже как вопрос... Есть много общего. Да. А вот теперь встает вопрос очень остро именно о сохранении самоэдентичности, сохранении национальной культуры, языка, традиций и передачи вот этих знаний. Светлана, знаете, вопрос-то в том, что вот Осман правильно подчеркнул, что мы должны здесь сохранить культуру, язык. На самом деле у нас в Кировской области, я знаю, есть у нас Рамиз Меджидев, и он проживает на территории Кировской области с 18 лет. Он сюда, по-моему... Тоже азербайджанец. Да, азербайджанец. Он уже примерно около 50 лет уже здесь проживает. Он был директором троллейбусного парка. Он сам сохранил язык, но его дети ассимилировались. Большая беда, что он говорит, что некуда было обращаться. Не было такой диаспоры сильной. Не было... Были очень многие проблем, которым сталкивались люди, особенно с интеграцией. И произошла ассимиляция. Дети не знают азербайджанского языка, конечно, дети не знают культуры. Вот эта проблема... И от интеграции подразумевает полный отказ. Полный, полная потеря. Из-за этого к чему я говорю. Вот сейчас и... Сами сказали, что на самом деле есть на территории Российской Федерации бывшие СНГ, Республики Содружества Независимых Государств, интегрированные. Но интегрированные, это хорошо. Но люди интегрируются и тут же ассимилируются. Потому что... Почему ассимилируются? Потому что русская культура, она такая великая. Мощная. Мощная, да. Если окунуться туда, на самом деле можно и ассимилироваться. Но здесь тонкий край надо конкретно соблюдать. Из-за этого и создается национальная культурная автономия. Отдельным законом Российской Федерации. В том числе и на территории Кировской области. На территории любого региона можно создать. Любого региона, да. Чтобы люди сохранили хотя бы самобытность. Культура, язык, традиции, обычаи. И это дает нам возможность, как раз, как Асман правильно сказал, что дети уже не ассимилируются. Они уже понимают, они подтягиваются. Вот у нас есть школа воскресная, да, там дети учатся. О которой мы рассказывали, да. Да, о которой мы рассказывали. У нас есть молодые ребята, которые подтягиваются. Вот футбольную команду Карабах создали. Очень много молодежи. Вот сейчас предложение, что как раз Асман сказал, что там национальную музыкальную школу открыть. Национальную именно, да. Это вообще круто будет. Мне очень нравится. Этот вопрос мы уже два года назад еще поднимали. Сази за личием даже заказывали из Азербайджана национальные инструменты. Вот при поддержке Асмана это у нас более ужин. Продвинется, да. В том числе, может быть, нам удастся договориться с выдачей там государственного свидетельства, чтобы дети получали там образование. Образование реально, потому что это великая азербайджанская культура, Осман. Азербайджан, да, это маленькое государство, хоть маленькая республика. Ну, на самом деле, великая у него есть история, есть очень давняя, то есть, ну, и великая есть у него культура. Я надеюсь, чтобы это не только, что мы, ну, здесь будем стараться точно так же, чтобы дети ходят в школу, у них друзья другого, как бы, скажем, народности, чтобы все были ознакомлены, то есть, все могли ознакомиться, что такое вообще азербайджанская культура. Не только для азербайджанцев, это и для других. Я просто, Света, хочу сказать, что вопрос обогащения очень серьезный вопрос, потому что мы вот все стремимся выучить один язык, второй язык, там, окунуться в одну культуру, другую, ведь те, кто там понимает, так нам нужно сделать, чтобы мы не теряли вторую у тех людей, у которых она уже есть, второй язык, вторая культура, потому что человек, который умеет действовать двумя способами, он сильнее, чем человек, который умеет действовать. Поняли. Я все-таки настаиваю... Ну, вот мы еще предлагали, что, как бы, внедрять еще инклюзивное образование. Инклюзивное образование. Потому что вот мы на этом направлении работаем уже на всероссийском уровне. А как вы себе представляете инклюзивное образование? О чем идет речь? Вот о том, что, вот смотрите, инклюзивное образование, это дает уже изучение второго языка, там, третьего, четвертого языка, да? И как раз... В обычных общеобразовательных школах. Да, в обычных общеобразовательных школах. Хотя бы мы начнем из отдельных структур, которые готовы перенять. Как раз на территории Кировской области этот вопрос еще два года назад поднимали. Факультативно. Факультативно, да. Ну, вот как раз один из потенциалов у нас будет развитие инклюзивное образование на территории Российской Федерации. Новая создана организация, тоже до этого Азиалич сказал, Союз Азербайджанцев России, который 27 апреля был уже утвержден съездом, был выбран президент этой организации, Физули Мамедов, и мои там коллеги предложили мою кандидатуру тоже как в качестве вице-президента этой организации. Ждем утверждения устава, и тогда уже более детально приоритеты расставятся. И новый вектор развития как раз будем дополнительно стимулировать для того, чтобы как раз наши эти планы превращались в жизнь. И один из приоритетных планов это инклюзивное образование. И то, что еще касается, вы сами знаете, что и на территории Кировской области у нас очень много было изменено кадров, да, там, благодаря Николаю Петровичу Коеву очень внимание уделяется некоммерческим организациям, социальным некоммерческим организациям. Это уже... Внутреннее, министерство внутренней политики. Да, министерство внутренней политики. Они уже занимаются. Мы тоже видим возрождение поддержки некоммерческих организаций. Раньше там как-то про нас забывали, а наоборот, они сейчас новые тенденции требуют для того, чтобы вот некоммерческая организация должна жить, она должна параллельно идти. Представьте общественные палаты. Сейчас человек, который некоммерческими организациями напрямую занимается очень активно. Я вижу, кстати, как Наталья Шитько эту деятельность прям вот очень активно начинает развивать. Ну, молодец она, молодец, конечно. И в том числе и министерство, естественно, поддержку дает в этом направлении. И как раз и вопросы поднимаются. А выделение новых грантов местных, там, областных, и как раз и новая организация, местная национальная культурная организация азербайджанцев России уже имеет право, там, после регистрации тоже участвовать в этих грантовых проектах. Как бы тебе не хотелось уйти от этого вопроса, но мы от него никак не можем уйти, понимаешь? Потому что основания, почему вы создаете, создали уже вот эту организацию, напомним еще раз местная азербайджанская национально-культурная автономия города Кирова, основания понятны. И мы не раз в проблемах этих говорили, да, которые нужно решать. Но все-таки, вот посмотрите, создана на всероссийском уровне новая, получается, организация Союза азербайджанцев России в апреле месяце. В мае создается местная организация, 167-й закон. Нам необходимо основные его постулаты вот сейчас проговорить. Что этот 167-й закон Осман дает? Вы знаете, я вам вот что скажу. Просто то, что создается несколько организаций, она останется один-единой организацией. Одна-единая организация будет по всей России, скорее всего. Но то, что в сегодняшний день просто мы по Кировской области и разговариваем, по Кировской области основной ведем свою вот эту задачу. Ну, есть, да, в Кирове не одна организация, то есть несколько организаций, скорее всего, они все сливаться будут в одной организации, останется один-единый, как мы в этом собрании определили, что у нас будет в Кировской области один-единая организация. И наша цель, наша задача здесь просто, я повторяю, чтобы мы, ну, как бы работать с молодежью основной, с молодежью, чтобы вот, ну, чтобы не дать им забыть свой язык. Это понятно. Может быть, Лунор пояснит нам, что дает 167-й закон? Ну, смотрите, там, нам это дает отдельную возможность для того, чтобы развиваться, сохранить этничность, культуру и языковой барьер тоже сохранять. В рамках этого закона предоставляется очень много возможностей, очень многих возможностей. Один из них я уже сказал, там, участие, там, различных проектов, выигрывать, развиваться, опять же. Сами понимаете, что каждой общественной организации требуется финансовая поддержка. В этом направлении что делать, где взять деньги? Бывает иной раз, что там организация существует, и нет финансов, нет площадки. В рамках этого закона мы можем и получить площадку дополнительную, где можем открыть, там, музыкальную, национальную школу, дальше развивать воскресную национальную школу на национальных языках, в том числе собираться, там, провести с молодёжью встречи. И как раз в рамках этого закона мы это всё можем сделать. А самое главное, я хочу подчеркнуть, что в рамках этого закона мы, сохраняя свой язык, свой быт, понимаете, это самое главное. Это не даёт нам ассимилироваться. Но мы должны интегрироваться, мы должны изучать культуру других народов, где мы проживаем. Я всегда с уважением отношусь, я всегда изучаю, до сих пор русский язык могучий язык, я до сих пор его учу, 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 и никак не могу, потому что всегда... Что-нибудь новое. Что-то новое, да. И вот для себя открывая каждый раз новый потенциал русского языка. Но, тем не менее, мы должны учить, мы не должны ассимилироваться. Интеграция, она должна происходить. Сейчас, сами понимаете, что мы должны для себя выбрать новый вектор развития и сохранение национальных культурных объединений. Почему сохранение, говорю? Потому что есть национальные культурные объединения в некоторых регионах. Там, не важно, азербайджанская, на узбекской, не важно, они на бумаге существуют. А в деле они не работают. А как раз в нашем регионе как раз это стимул, новый председатель. И я думаю, что с новой энергией будет развивать данный сектор для того, чтобы наши азербайджанцы вокруг этой организации собрались и развивали свою культуру, обычаи, этничность. Прервемся на полторы минуты у нас реклама и продолжим разговор с нашими гостями. Османом Алыевым, избранным руководителем азербайджанской диаспоры Кировской. Надо сказать, что уже не азербайджанской диаспорой все-таки, а местной азербайджанской национальной культурной автономии города Кирова. Правильно, Азия Савельевна? Это общественная диаспора. Мы так говорим, чтобы всем было понятно, что теперь это. Да, но тут просто в этом разрезе, о котором мы сейчас говорим, уже важно об общественной организации сказать. Элнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан. Союз нерушимый Да, продолжаем нашу программу «Союз нерушимый». И у нас сегодня в гостях Осман Алыев, избранный руководитель азербайджанской диаспоры Кировской области. И Светлана тут поправила. Ну да, согласимся. Диаспору мы говорим для тех, кто все еще помнит старое название. У нас теперь новое название. Местная национальная культурная автономия города Кирова. Он является председателем. И Элнур Гусейнов у нас, президент благотворительного фонда Азербайджан, член общественной палаты Кировской области. Добрый день. Да, здравствуйте всем. Значит, вот в связи с тем, что создано, ну, по факту сегодня, так сказать, проголосовали люди за устав, за создание, за председателя. И сейчас идут юридические процедуры, подготовка к ним для того, чтобы зарегистрировать эту организацию. Все-таки давайте, ну, более подробно поговорим, значит, о планах, о задачах этой организации. Как вам видится сейчас работа этой организации. И, наверное, мы можем уже сказать о той работе, которая проводится. Потому что там ведь, вот мы до этого говорили о сохранении культуры, языка и так далее. Но там есть целый пласт других задач, которые, Осман, которыми вы уже и занимаетесь. Например, я знаю, что... Когда там возникают какие-то вопросы, связанные с представителями азербайджанской национальности. Вы знаете, у нас, естественно, здесь наша, как бы, деятельность будет, наша задача будет помогать тем семьями, что здесь имеется, некоторые там азербайджанские семьи, где-то дед учится в школах, неблагополучно учится, провести какие-то переговоры, воспитательный разговор с родителями, с детьми. То есть, ну, спортивные направления у нас, как бы, молодежный комитет у нас собирается. Мы в будущем, наверное, будем создавать. Я так понимаю, что я слышал, что там собираетесь, кроме вот Карабаха, который, так сказать, был, команда Карабах, которая работает, его сегодня успешно участвует. Футбольная команда. Да, Кировской лиги успешно. В третьем дивизионе. В третьем дивизионе нашей, да. Это любительская Кировская лига? Да, любительская Кировская лига, да. И что собираются поддерживать и открыть, скажем, секцию бокса? Ну, у нас в этом направлении, в сегодняшний день, у нас здесь был азербайджанец, он тренировал, Мухаммед Назарит, ты прекрасно знаешь. Он, ну, мы, ну, как бы работаем над детям. Мы работаем не только бокс, работаем, чтобы у нас было помещение, если нам предоставить, мы будем просить в администрации или в Доме дружбы народов. И вот такие вот, кстати, вот создание местной национальной культурной автономии, кстати, оно способствует тому, чтобы государство, и этот закон поддерживает направление, чтобы государственные органы активно выделяли, значит, какие-то ресурсы на эту деятельность. С вами согласен, но я надеюсь, чтобы откликнуться к нашим просьбам. Будем просить в администрации, как бы, в городе помещение. Ну, если к чем-то еще помогут, они, естественно, будем рады. Ну, точно так же, как бы, у нас, я думаю, чтобы какие-то части своими силами будем это делать. Некоторые наши, скажем, бизнесмены, предприниматели. Готовы поддержать. Да, кто будет поддержать, будем, мы, как бы, будем этому рады. Мы будем стараться, Золотые горы не обещаю, но будем работать, будем направляться в этом. А что касается вот работы, связанной, мы тоже чуть-чуть проговорили про музыкальное направление, про музыкальную школу, про какие, какие сегодня уже представлены в Кировской области у нас мастера, кто там играет, какие предполагаются вот в этой школе? Вы знаете, в Азербайджане есть такой инструмент САС. Ну, она очень старинная и очень, ну, как бы, он в сегодняшний день есть здесь у нас, есть гармонисты. То есть у нас САС неоднократно уже звучал в эфире? Ашук Халид, народный поэт, исполнитель Азербайджанской республики и Кировской области. Есть гармония. Гармония, да. САС это струнный такой инструмент, на грушу похож. Да, да, на грушу, на большую ложку похож. Совершенно верно, да. А что по поводу тара? Я знаю, что есть вот этот гармонист, который, как его у нас? Рустам. Рустам. Он, кстати, знает и умеет и заканчивал, так сказать, школу игры на таре. Да, да. Я правильно знаю, он очень хорошо играет на таре еще. Это тоже струнный инструмент. Но там две такие... Азербайджан, я могу сказать, что у нас есть целый потенциал для создания национальной музыкальной школы. Потому что у нас есть на САЗе, кто играет. Великий, можно сказать, мастер. Даша Халид, мы ее все знаем, уважаем. Есть на дюдюке, играют. А, дюдюк, прекрасно совершенно. Да, на азербайджанском национальном инструменте дюдюк. Завораживающий абсолютно инструмент. На таре, на гармон. Эль-Нура придется поправить. По-азербайджански этот инструмент называется... Зурна. Называется, если про тютяк, то это тютяк. А если это зурна, то это... Дудук это придумали другие люди, мы, так сказать, не знаем. Тютяк, но и зурна. Но это то же самое. Это то же самое, но это национальный тюркский инструмент тютяк. Это потрясающе. Недавно была на концерте как раз тютяка. Да. По галерее прогресса. Он завораживает абсолютно. Да. Вот. Ну, будем работать с фирма управления. А у меня вопрос вот какой. У меня вопрос вот какой. Эти планы, они просто прекрасны. Я же понимаю, что, скорее всего, будет это открытое занятие не обязательно только для ребят, которые азербайджанцы по национальности. А вообще любые, кто... Абсолютно. Абсолютно открытая организация. Местная автономия, пожалуйста. Любой национальности, как бы, кто захочет. А где очень много смешанных семей, правда же? Конечно, конечно. Кто хочет приобщиться. Недавно, знаете, вот... Ага, да, да, да. Осман, говори, продолжай. Мы выходили на 9 мая. У нас и были там, как бы, азербайджанцы. У меня есть племянник у них, матери русские. То есть никакой разницы не видим. Нет плохого народа. Но это вообще просто большой шанс, на самом деле, для людей любых национальностей, которые здесь проживают. Если их интересует погрузиться вот в эту культуру, потому что очень много людей, которые играют на инструментах, которые не принадлежат твоей национальной культуре. Это вообще сейчас все стирается. У меня еще второй вопрос. Вы сейчас говорите о секции бокса, вы говорите о музыкальной школе. И, конечно, это все связано с помещениями. И тут у меня, Азица Олеевич, все-таки важный вопрос. Я знаю, что с помещениями в городе Кирове вообще, в принципе, проблематично. Проблема большая. С муниципальными, я имею в виду, помещениями. Возможно, в связи с тем, что сейчас законодательство меняется, и тенденция меняется на передачу федеральных помещений уже региону, а региону в муниципалитет, потому что простаивает помещение федеральное. Все-таки вернуться к Дому дружбы народов. Насколько это помещение функционально можно использовать для подобных ваших планов? Ну, на сегодняшний день я немножко затрудняюсь, отвечать на ваш вопрос. Нет, я имею в виду только с точки зрения технической. Да, да, да. Вот не то, что там правовая какая-то основа, а вот чисто вот как помещение. Оно для чего такое подходит? Я могу сказать, я там не была ни разу. Там большое, я в чем затрудняюсь, пока я с ними переговоры не вел, но так как я там был, ну, в принципе, полно, то есть подойдет, есть места. Площади, эти площади подходят? Площади подходят. Я скажу одно, значит, что я на истоке стоял вообще о создании Дома дружбы народов. Да, конечно, и мы об этом много говорили. Да, и практически один из инициаторов, чтобы на регионе Кировской области была такая площадка. И была создана благодаря теме белых. Да, и концепция практически была мной написана, развитие Дома дружбы народов и нашей команды. Это можно историю всю проследить в эфире нашей радиостанции. Да, да, да. Дело в том, что площадка хорошая, но сейчас новый директор. Будем надеяться, что новый директор будет более кардинально менять развитие данной площадки для того, чтобы там национальная культурная автономия, национальные меньшинства собрались. Для этого нужна, естественно, голосальная сумма выкладывать в данный объект для того, чтобы там привезти хотя бы божеский вид. Мы недавно там концерт организовывали 24 апреля. Там, понимаете, требуют ремонта. Там площадка большая, но нет ремонта, нет инфраструктуры. Надо вложиться. Надо вложиться, развивать данную площадку. Есть федеральные программы, которые позволяют это делать. Гранты позволяют это делать или нет? Да, конечно, позволяют. Потому что я-то знаю, что президентские гранты, например, не дают возможности ремонтировать. Есть другие различные фонды. Конечно, фонд Горчакова. Пожалуйста, почему не позволяет? Фонд Прохорова. Почему, пожалуйста, можно выигрывать и развивать? У них тоже есть аспекты, которые развивают национальную культурную автономию. Это важно. Просто нужно сказать, что без поддержки финансовых фондов различных и программ объемные такие работы, которые именно требуют переустройства, ремонта, закупа чего-то, оборудования, это действительно гигантские просто цифры, но практически нереально. Вот видите, новый вектор развития как раз для системных работ национальной культурной автономии для нас это будет являться как раз привлечение средств, потому что мы должны максимально привлекать средств для того, чтобы развиваться. Потому что есть уже законодательная основа, есть права определенные, да? Есть планы. Есть планы. Так понимаю, что есть планы у местной автономии, в том числе и по созданию музеев, именно азербайджанских музеев в том числе. Ну, выставочный зал. Ну, я надеюсь, что это в будущем будет. Потому что масса есть вопросов по истории Азербайджана и по другим вопросам. И в конце концов вот эти истории обмена делегациями, различных поездок, правда же? Это вот все требует организации, требует основы и требует финансирования, конечно. Естественно. Но хочется, чтобы уже на этот уровень поднималось, да? Хочется. И работа, и возможности. Конечно, Светлана, культура развивается тогда, когда народность друг к другу ездит, друг у друга что-то, как бы. Коллеги, у нас закончилось время программы. Давайте мы сразу скажем, Азиз Олещ, про следующую нашу программу, потому что очень важно разобраться, на самом деле, в этих возможностях, которые сейчас получат организации. Ну, я бы хотел еще про следующую, как бы, можно сказать, что площадки, да, там, предоставления. Спасибо вам, благодарю. Как раз говорить о Союзе Азербайджанцев России, то, что мы с Азиз Олещем обсуждали. Там тоже есть очень потенциалы большие, развитие регионов, национальных культурных автономий, диаспор. Потому что есть Всемирный культурный фонд Азербайджан. Они готовы вкладываться в регионы. А когда вы к нам привезете представителей Всемирного фонда? Он, кстати, собирается. Ну, президент этого фонда сейчас в Италии. Они, по-моему, сегодня вылетели в Турцию из азербайджанской делегации, встречаться там с азербайджанскими воинами, которые карабахскими, да. И я думаю, что, я думаю, может, в августе месяце, вот, обещаю перевезти его сюда. Отлично. В вашу студию. Да, да. В нашу студию. В нашу студию, именно. Осман Аллеев, избранный руководитель местной азербайджанской национально-культурной автономии города Кирова. Айлон Ургусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджана, члены общественной палаты Кировской области. Азиз Агаев и Светлана Занькова. Всем до свидания. Всего свидания. Спасибо. Хорошего дня. Союз неружимый.